Здравствуйте! В эфире программа Weekend Navigator и мы рассказываем, как весело и интересно провести грядущие выходные. Впереди нас ждет много спорта, с него, пожалуй, начнем. 8 и 9 февраля на стадионе Спартак будет проходить традиционное первенство по конькобежному спорту среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. Начало в 11.00. Также в 11.00, но уже в Энергоуниверситете, в спортивном зале, будут проходить соревнования по пауэрлифтингу. Это классическое троеборье также для мужчин и женщин. А в Миловке, что находится в Плесе, в воскресенье в 13.00 будет проходить традиционный фестиваль сани с усами. Туда приедут владельцы собак из Федерации ездового спорта и будут всех желающих катать на санках запряженных хаски. Также будут угощения, фотозоны и много всего интересного. Весело будет не только детям, но и взрослым. Любители истории края и патриоты своей страны все на выставку, которая открыта в музее Бурылина. В экспозиции представлены экспонаты, которые показывают вклад Ивановской области в сохранение государственности Руси, вклад в культуру и искусство. Экскурсоводы расскажут о героических личностях и достижениях нашего края и покажут артефакты XIII века. Большая часть выставки охватывает период смутного времени. Можно встретить и предметы, датированные началом века XX. Я думаю, здесь будет интересно и школьникам, поскольку мы на этой выставке использовали исторические карты. То есть здесь могут увидеть посетители нашей выставки, где, в каком месте родились, работали или творили те или иные деятели, науки, культуры, православие, военачальники. То есть мы использовали такой элемент картографии. И думаю, здесь будет интересно тем людям, которые интересуются историей нашего края и вкладом в историю нашего государства. Февральский репертуар нашего театра довольно-таки очень обширный, объемный. То есть появляются и те спектакли, которые были, ну будем говорить, на непродолжительном отдыхе. И я рекомендую и просто приглашаю всех посетить 9 февраля в 17.30 баллада «Инвалидные улицы». Яша Батхин возвращается на сцену. Друзья, я просто буду рад вас видеть в зрительном зале. Эта неделя станет премьерной для нового фильма от продюсеров «Криминального чтива». На широкий экран Ивановской кинопарковки выходит триллер «Снегоуборщик». Лента с Лиамом Нисоном в главной роли расскажет историю вендетты обычного американского семьянина. Кровавые убийства бандитов и преступников будут показаны со всей жестокостью рейтинга R. 9 февраля по всей стране будет проходить массовый лыжный заезд «Лыжня России». Это традиционная акция, Иваново также принимает в ней участие. Иваново и еще несколько муниципалитетов. В прошлом году только в областном центре участие в «Лыжне» приняли 3 тысячи человек, а по всему региону 5 тысяч. В этом году организаторы планируют привлечь еще большее количество участников. Также будут делать и федеральные организаторы. По всей стране в «Лыжне России» примут участие более 450 тысяч человек. Чтобы стать частью акции, достаточно прийти в парк Степаново. Начало заездов в 11.45. При себе обязательно иметь лыжи. Участвуйте и побеждайте. В феврале месяц такие гастролеры. 7 числа будет джазовый концерт группы «Реал Джем» из Москвы с певцами. 12-го приедет из Ярославля коллектив, который называется «Ярославский серпантин». Дальше будет концерт Воронежского академического русского народного хора. Будет лауреат конкурса Чайковского «Гайка Казазян» играть с симфоническим оркестром. Это будет 18-го числа. Будет спектакль «Московская перета фиалка» Монмартра. 9 февраля в 3 часа в Музее промышленности и искусства состоится литературная гостиная «Мудрец игривый и глубокий», посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, знаменитого поэта, драматурга-баснописца. В уютной атмосфере, в библиотеке, читального зала вы сможете познакомиться с первыми изданиями, с первыми публикациями, которые хранятся в нашем музее, приоткрыть завесу некоторых тайн творчества, и узнать интересные, даже курьезные факты из жизни баснописца и поэта. 9 февраля в Шуе проводится автомобильное зимнее авториентирование. Приглашаем всех желающих. Ребята, наши друзья с Шуе организовывают данное мероприятие. Начало регистрации в 6 часов. Приезжайте, будет интересно. Что-то вроде квестов автомобильных. Море эмоций, море хорошего настроения. Всех ждем. Вот, пожалуй, и все, что мы сумели выбрать для вас, разбирая всю огромную кипу афиши выходного дня. Я надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное и проведете выходные ярко. А для тех, кто интересуется, почему мы давно не приглашали вас на цирковые шоу, рассказываем, что следующая цирковая программа приедет в Иваново только в марте. А пока отдыхаем. И напоминаю, если вы знаете о событиях и мероприятиях, о которых обязательно нужно рассказать на всю Ивановскую, пишите и звоните нам. Я надеюсь, ваши выходные будут интересными. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok